Соларбейс 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 Удовольствие от соларбейса получили не только артисты, но и публика. Фестиваль собрал более 5000 зрителей. Хорошая атмосфера, живая музыка, здорово. Лето, солнце, правильная музыка. Что может быть лучше? Настроение отлично. Я болею за скиллфлай. Наша группа, наши любимые, я за них. Нет определенного кумира, но мне очень нравится, мне очень нравится, все хорошо. Несколько часов громкой музыки, баса, танцев и вот он, долгожданный финал. По мнению жюри, лучшими в номинациях сет, рэп, танцы и эмси стали ребята из Красноярского края. А вот первое место за трек взяла участница из Хакасии, певица Пума. Что касается зрительского голосования, то здесь в лидерах оказались в основном республиканские артисты. Впрочем, никто из участников шоу не покинул сцену с пустыми руками. Победители удостоились ценных призов, в том числе от генерального партнера фестиваля. Solar Bass – клевое мероприятие. Предлагаю всем зажечь фонарики и осветить наш город. Поморгать ему, сделать этот вечер еще ярче и светлее. Solar Bass, Cold Star, My Riff, мы вместе. Давайте потусим и зажгем этот вечер. Зажечь на Solar Bass никому не составило труда. Особенно, когда на сцену вышла популярная среди молодежи певица Мари Краймбери. Артистка настолько зарядила толпу, что уже через пару минут ей подпевала «Полгорода». Не обошлось и без танцев. Как самой Мари, так и ее поклонников. Певица призналась, за время выступления так зарядилась энергетикой зрителей, что даже не хотела покидать сцену. Я очень хочу к вам приехать еще раз. Просто у вас люди очень-очень громкие, все позитивные, все стоят, танцуют, просто улыбаются, снимают, фонарики поднимают, кайфуют. Я обожаю такую аудиторию. Фестиваль электронной музыки проходит в Хакасии уже в третий раз. Завершать проект организаторы конкурса не планируют. А значит, у талантливой молодежи еще есть шанс заявить о себе. Прием заявок начнется в следующем году. А пока ребятам стоит хорошо подумать, какую работу представить на суд жюри. Виктория Титова, Александр Сердюк, РТС.